Под их защитой рубежи нашей Родины. День части отмечает Пинский пограничный отряд 13 октября. Военнослужащие всегда на передовой. Для многих это не просто служба и воинский долг, а призвание в состоянии души. В этом на примере старших офицеров семьи Пешко убедилась наша съемочная группа. Майор запаса Андрей Пешко один из тех, кто посвятил жизнь охране белорусских рубежей. Службе в Пинском пограничном отряде он отдал 26 лет. Прошел по всем ступеням от рядового до майора. День части для него знаковый. Это день встречи, воспоминания о службе, обычных и непростых дежурствах и задержаниях. Воинскую часть он пошел служить по контракту после окончания бывшего гидротехникума. Первая должность – начальник информационно-боевого поста. Иными словами, помощник оперативного дежурного. Ну, сложности в службе. Службы есть всегда. Но тогда это была больше романтика. Больше отдать, как сказать, долг родине. Это установление, восстановление границы, обустройство. Служба новая, интересная. И вот слова моего начальника, мне тоже подполковник Жук Олег Владимирович, когда сказал, что придет время, может быть, и ты будешь оперативным дежурным. Так я и дошел от начальника информационного поста, командира взвода, командира роты комендантской до старшего офицера первого управления. Армейские трудности его не испугали, и он сделал выбор. Один и на всю жизнь. Себя Андрей Пешко считает счастливым человеком. Он пользовался уважением на службе. А дома его всегда ждал надежный тыл. Интересного много и романтического. Особенно, когда были выезды по две недели. Ни семью не видишь, ни супруга. Когда события были у нас на Мерлинском полигоне. Тоже жена дома осталась, двое детей. Нас две недели. Жена на службе. А, жена на службе. Дети сами дома. Супруги Пешко вместе посвятили службе жизнь. Пусть даже пришлось охранять не один участок границы, а разные. Венчались Андрея и Валентина, что очень символично. В день святого архистратига Михаила. Это храмовый праздник органов пограничной службы в честь их небесного покровителя. Очень символично. Я тоже считаю, что... Все пограничники были на свадьбе? Свадьба была пограничная, включая оркестр, включая наших свидетелей. Они тоже пограничники. Ну, было очень весело. Соответственно, гости тоже практически все пограничники. Было очень приятно. Майор Карпинская Пешко поступила на службу в Пинске пограничный отряд 3 марта 1998 года. Начинала, как говорят, самых маленьких чинов. Вы знаете, в нашей семье не было пограничников. Но, как все, наверное, в тот период, рожденные в Советском Союзе, они увлекались. И очень была сильная идеология на тот период. Увлекалась книжками про военных. И почему-то запомнилась мне книжка из детства «Брестская крепость герой». Символично. Все. Мне тоже хотелось быть такой же. Первая должность – контролер отделения пограничного контроля. Карьерный рост. От старшего смены до заместителя начальника. И, конечно, за время службы немало, нередко курьезных моментов. Самое яркое впечатление, наверное, которое осталось, да, были задержания, были какие-то выявления. Но самое то, что мне запомнилось, это гражданин Индии, который пересекал. И, собственно говоря, это был 2001 год. Не было описания паспорта. Но вот пришлось обращаться к коллегам, которые служили на Варшавском мосту. И вот они рассказывали, как, что. В военной профессии обычно много династий. Даже те, кому не довелось носить зеленую фуражку, но повезло вырасти в пограничной семье, ощущают свою причастность. Старшая дочь семьи Пешко – выпускница военно-патриотического класса гимназии номер два. А в этом году поступила на юридический факультет в БГУ. Младшая дочь Аня – вице-курсант класса пограничной направленности средней школы номер 10. Очень захотелось ходить в форме. Ну, тогда я решила, что хочу пойти в ВПК-класс. Учиться там немного сложновато, потому что нагружают очень большим количеством мероприятий, обязанностей. Но мне нравится. Любимый мой предмет – это математика. Она дает мне более легче, чем все остальные предметы. Граница-участок непростой. Здесь рабочий график не зависит от пассажиропотока. Военная на боевом посту круглые сутки – такая специфика службы, которая никогда не заканчивается. И даже в праздники служба, как в будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова